здравствуйте дорогие наши друзья мы вас сегодня приветствуем в разгаре весны мастерской елены и владимира ильичовых в центре одессы май стучится в наши окна расцветающими растениями расцветающими цветами и конечно же вот эти вот ароматы которые беспрерывно нас преследуют вновь расцветающих цветов они не забудутся на весь год и вот вы знаете что такое байки про цветок про цветы про растения вообще все знают байку про елку которую мы ставим на новый год и типа она в свои остренькие иголочки впитывает все отрицательное то что находится в доме да и потом мы ее выбрасываем весь вместе со всеми бедами и несчастьями а вот есть байка про вновь рассветшие кусты сирени боже как они ароматно вот сейчас тут благоухают и вот так вот хочется прямо как к родным прижаться к ним и помните эту байку когда мы на экзамен хотели найти не четырехлистник а пятилистник и кто находил пятилистник он его съедал и получал по экзамену пятерку то есть экзамены май заканчивание школы и все с цветами ходят дарят учителям так и конечно же влюбленные юноши ломают ветки кустарника вот этой сирени а ведь еще одна байка такая такая вот история но это уже на самом деле биологическая история биология то есть не биология про растение вот это вот то что люди знают каждый куст хочет чтобы его сломали не знаю почему но он хочет чтобы до него дотронулся человек обломал его и тогда новые побеги новые растения начнут расцветать ну так говоря но сегодня мы попробуем нарисовать сирень хотя я ее никогда в жизни не рисовала я не знаю почему мне казалось этот цветок самодостаточен до такой степени что в его кустах можно только прятаться в детстве когда в жмурке играешь так и ну как его нарисовать если он похож на виноградную гроздь да тот же принцип виноградной грозди как расцветшее дерево да только виноградинки они вниз спускаются а эти четырехлистники торчат вверх поэтому мы сегодня попробуем разобрать гроздь вот такой вот сиреньки и попробуем сделать ее типа какое-нибудь сиреневое дерево ну давайте посмотрим как кто из художников это делал вот плотман и посмотрите розовый куст неизвестно сирень или какое-то другое цветущее растение вот ну вот это точно сирень справа а вот это вот тоже один из разновидностей кустов которые расцвели весной и конечно же под этим кустом происходит пикничок две дамочки сидят и мы сегодня тоже с вами сделаем что какие-то дети бегают и играются в жмурки там под нашим без пейзажа никто был то есть ему пейзаж светил с утра до вечера он по три по четыре пейзажа в день делал мы сегодня тоже с вами конечно же на открытом воздухе сделаем этот букет что будет немножко небо немножко травы и для чего посмотрите мы когда делаем композиции даже вот однофигурная эта композиция называется тайное мурчание когда орликинка девочка сидит и мурчит вместе со своей кошечкой которая тоже одета в карнавальный костюм и как мы будем знать разнообразие цвета сиреневого на костюме у орликинки если мы не потренируемся с натуры этот сиреневый цвет многоцветия помните девочка на персидском ковре в рубеля сколько там мазочков сиреневых оттенков множество мы видели с алой чакир в живьем эту работу и мы не могли от нее отойти потому что мы как завроженные смотрели как россыпь камней эти разноцветные мазки сиреневые и лиловые и розовые и охристые но все держится на том что сиреневый цвет это цвет воздуха давайте начнем писать сири летовым попробовать сумерки 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 кобальт фиолетовый аккуратно потому что вот здесь у нас все таки наши фиолетовые гроздья будут значит больше давайте теперь араратика туда больше дадим да вот именно на подходе к бантику дадим больше араратика о и давайте вот здесь пойдем под бантиком бушевать темненьким темненьким и здесь даже марс нам попался очень даже хорошо и вот скажем себе что происходит когда сумерки земля еще чуть-чуть освещена сейчас сделаем и вот этот кувшин он у нас белый к нему надо подступиться темным так вот то вниз вы уже можете пойти просто намеком вот так намеком не надо по всей грозди работать не надо помните что я вам всегда говорила у рукоморья дуб зеленый золотая цепь на дубе том помните что мы разговариваем когда рисуем мы здесь говорим только о лукоморье больше ничего не говорим там люди уже знают что происходит на лукоморье и вот они все остальное домысливают это вот даром мы сирень паша не рисовали она так классно рисует а ведь это было любимое цветы твоей бабушки лиды серии так вот у этой хоть немножко внутри формы вот они только смотрите не делаем такие знаете как просто в крапинку да а мы осознанно понимаем